Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Татьяна Валерьевна Клейн, заместитель заведующего поликлиникой филиала номер 3 госпиталя Вишневского по медицинской части. Здравствуйте, Татьяна Валерьевна! Здравствуйте! Рады Вас видеть в нашей студии. Расскажите о Вашей поликлинике, где она находится, основные направления работы и немного истории. Но начнем с названия. Поликлиника наша называется поликлиника филиала номер 3 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Александра Александра Вишневского. Находимся мы в городе Одинцово по улице Садовый, дом 22. Ну, всем привычно, сразу поясним нашим телезрителям, для тех, кто еще не знает, о том, что раньше эта поликлиника была всем известна в госпитале РВСМ. Да, да. То есть и сейчас мы являемся структурным подразделением нашего госпиталя. Естественно, поликлиника наша относится к Министерству обороны. И раньше на учете в поликлинике состояли только действующие офицеры и члены их семей, а также офицеры запаса и члены их семей. Это согласно федеральному закону о статусе военнослужащим. А также гражданский персонал Министерства обороны согласно Генеральному профсоюзному соглашению. Сейчас ситуация изменилась. Вы открыты для всех. Да. Сейчас к нам на учет может стать любой желающий гражданин Московской области. Если он имеет, соответственно, паспорт гражданина Российской Федерации, страховой полис и СНИЛС. Мы готовы принять любого. То есть нету каких-то квот, ограничений по количеству. То есть вы открыты для всех. Татьяна Валерьевна, ну тогда раз вы стали открытыми для всех, конечно же, сразу же наших телезрителей заинтересует вопрос, а что есть в поликлинике, какие специалисты, какие направления, какое оборудование. В поликлинике по специалистам у нас большое терапевтическое отделение, стоматологическое отделение, хирургическое отделение. Также имеются специалисты офтальмологи, лор-врачи, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, уролог, онколог из более узких специалистов. Значит, отделение у нас большое, рентгенологическое отделение, где мы делаем исследования, флюорографию, рентгены органов. Значит, проводим исследования на позвоночнике при необходимости. У нас большой кабинет УЗИ исследования проводим. У нас из оборудования эхокардиограф, где проводим УЗИ сердца. Ну и, естественно, соответственно, все анализы, которые необходимы для пациента. После того, как человек попадает к вам, проходит нужного специалиста, дальнейшее лечение, если ему требуется в условиях стационара, может ли он рассчитывать на то, что будет отправлен в госпиталь и уже будет проходить дальнейшее лечение именно там? Или как будет дальше существоваться? Все пациенты, которые будут поставлены к нам на учет, не имеющие отношения к Министерству обороны, они будут поставлены по системе ОМС. То есть, да, он имеет право на лечение в госпитале, но по системе ОМС. На данный момент в месяц госпиталь может принять 80 человек по системе ОМС. То есть, направление выдается специально ему по 57 форме. Значит, но вы понимаете, что госпиталь, он будет проводить только высокотехнологическое исследование или операции. Естественно, если больной у нас с гастритом, то нет смысла его лечить в госпитале. Все эти больные могут лечиться и в дневном стационаре, и, может быть, где-то в районных больницах. А госпиталь предназначен для выполнения высоких технологий. Готовы ли вы принять большое количество желающих прикрепиться к вам, встать у вас на учет? И не создаст ли это очередей? Как все устроено в поликлинике? Готовы ли вы к этим объемам? Все-таки поликлиническое звено уже было рассчитано на определенное количество сотрудников? Значит, у нас наша поликлиника рассчитана на 600 посещений в день. Из них 500 врачебных, но остальные имеются в виду вспомогательные какие-то процедуры. На данный момент, да, мы готовы принять всех. Татьяна Валерьевна, еще один немаловажный вопрос. Есть ли в вашей поликлинике отделение физиолечения и чем оно и как оборудовано? Значит, да, есть отделение и довольно-таки большое физиотерапевтическое отделение. Оборудовано оно всем необходимым. Все мы можем провести для больных. Татьяна Валерьевна, конечно же, актуальный вопрос – это кадры. Насколько полностью укомплектован ваш штат? И несколько слов хотелось бы все-таки узнать о коллективе, о тех врачах, о специалистах, которые у вас находятся, работают и, наверное, кем вы очень гордитесь. Ну, коллектив у нас очень хороший. Специалистов 86% у нас – врачи высшей категории. Значит, особое внимание, конечно, у нас пользуется врач иммунальной терапии Коваленко Михаил Федорович. Мануальщик, можно сказать, с большой буквы. А врач, который поднимает людей, ставит на ноги, ну, просто сотворяет чудо. Он занимается и иглоукалыванием, и массажей, и процедурой. То есть, очень хороший специалист. Татьяна Валерьевна, готовы ли вы принять только взрослое население или детей тоже можете наблюдать? Нет, к сожалению, детей мы не можем наблюдать. У нас нет педиатрии, нет и в штате педиатра, и вообще нет педиатрического отделения. Поэтому только население с 18 лет. То есть, любой житель Московской области, у которого есть паспорт, страховой полис. Да, и с НИЛС. Или временная регистрация. То есть, временная регистрация вы тоже ставите на учет? Да, если у него есть страховой полис, временная регистрация мы тоже можем поставить на учет. Будут ли вновь прикрепившиеся к вам пациенты идти по каким-то отдельным коридорам? Или все-таки они будут в общем потоке со всеми остальными людьми, которые у вас уже наблюдались много лет? Понятно. Нет, они будут идти в общем потоке. И у нас, естественно, вне очереди идут участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий и чернобыльцы. Вот эта категория, которая стоит у нас на учете с момента обоснования этой поликлиники, и они по федеральному закону о статусе военнослужащих у нас стоят, они идут вне очереди. И все остальные в общей очереди. Татьяна Валерьевна, какие еще услуги оказывает Ваша поликлиника населению? Значит, у нас большой объем платных услуг. То есть, услуги, которые оказываем мы за плату, это очень большое количество справок и медицинских заключений, таких как и на управление автотранспортным средством, для ношения и хранения оружия. Также мы имеем лицензию для работы с иностранными гражданами, и мы выдаем медицинские заключения для УФМС, то есть для миграционной службы. Причем наша поликлиника единственная, которая в Одинцово имеет лицензию для права работы с иностранными гражданами. Прикрепившись к Вашей поликлинике, может ли рассчитывать пациент на то, что врач, в случае, если он заболеет, а сейчас приближается осенне-зимний период, соответственно, увеличится количество заболеваний ОРВИ, сможет ли Ваши врачи выезжать на дом? Да, у нас есть в поликлинике отделение неотложной помощи, помощи на дому. Естественно, к тяжелобольным мы выезжаем на дом. То есть человек звонит по телефону и вызывает врача на дом. Как Вы готовитесь к осенне-зимнему периоду? Проводите ли вакцинацию? Проводите ли, может быть, какие-то профилактические мероприятия? Беседуете с пациентами? Ну, беседуем. Консультируете? Консультируем, беседуем, рассказываем. Да, прививки также проводим. Прививочный сезон у нас есть, и он скоро начнется. Будем всем желающим проводить. Чтобы Вы порекомендовали всем Вашим пациентам, как обезопасить себя в этот период? Тут индивидуальный подход, конечно, к каждому человеку. И все это зависит и от возраста человека, да, и от окружающей среды, где человек работает, где человек находится. Ну, конечно, побольше витаминов, побольше отдыха, сна в том числе. Ну, и прививки тоже немаловажные. Поэтому всем желающим, пожалуйста, прививайтесь. Спасибо, Татьяна Валерьевна, что пришли сегодня в нашу студию. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова